Добрый вечер, Косуля в здании. Это новый влог, потрясающий, как и обычно. Во-первых, и самое главное, осталось чуть-чуть до 100 подписчиков. Ребята, давайте соберемся, тем более, что сегодня, наконец-то, эксклюзивный контент у меня на канале. Это интервью с группой Хлеб. Как вам? Круто? У них было шоу, как вы, наверное, знаете, в стадиуме. Они собрали полный стадиум, sold out. Вот, и я приехал, и с ними пообщался, посмотрел, как это было. Это было реально здорово. Вот, смотрите, как это было. Йоу, ну что, большое дело, короче. Хлеб собрали в стадиум, мы приехали к ним, чтобы пообщаться и узнать, как им это удалось. Вроде маленькие артисты из Ютуба, ну не маленькие, но артисты из Ютуба, собрали целый стадиум. Узнаем, как они это сделали. Сейчас у них спросим лично. Поехали. Мы знаем друг друга уже 10 лет, но концерты наши первые были лет 5 назад, да, 5 лет? Ну когда я образовалась группа, да, 5 лет назад, в Петербурге, был первый наш концерт. Мы сделали его в Карабоврове. Нет, в космонавте. В космонавте, да, и там пришло около 800 человек, или так далее. И мы такие, типа... И мы такие, ой, ээээ... Мы очень удивились, мы потом приехали в Москву, думали, в Москве, наверное, вообще туда будет биток. Пришло около 200 человек. Так. Вот такие, типа... Ну ладно. Мы поздно, надо работать на Питере. Я с Тарисовской. Мне очень жаль, что я вчера, как раз, когда вы слышу клип, а я надеялся, что вы из этой ночи соберёте долямы. Как мы надеемся, да? Да, конечно. Но на самом деле мы просто ждём к концу года, и это как бы будет тропой в этот год, если мы соберём до конца года миллионов. Это просто охрененно Амазон! Амазон! Две второго сезона? У вас был фит «Засколько аварийно». Да. Это интересно. Есть ли у вас ещё какие-то артисты шоу-бизнеса такого классического, с которыми мы хотели бы записать что-нибудь совместно? Слушай, но мы боимся писать фиты, мы их пишем аккуратно, потому что потом можно выложить клип, а его вот человек с фита заблокирует и так пишет, что клип... Да, 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 да. И поэтому надо быть аккуратно. Испортит карьеру ещё. Да. Да, но мы... Стоп, на чьей стране мы, кстати, на ФДК, на ФДК и Лил Джейм. Не, мы сейчас говорим про Литу Миряску и Сашу Цикаву. Я понял. А чё, Лил Джейм просто или там были? А, не, мы не с теми, мы просто готовились к концерту. И, конечно же, Фэйс, Фэйс легенда вообще. Гуччи Генгин и Брэймэли, 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 Брэймэли. Что он там говорит? Да. Обожаем его. Да, у него Лил Памп украл. Лил Памп украл у него Ишкеря бессовестно. И привезли почему-то в Россию Лил Памп. И мы недавно выступали перед Лил Пампом. И мы видели как выступает Фэйс и как выступает Лил Памп и Фэйс. Все, что производится у нас лучше. Особенно у Феда. Так, окей. Парни, многие бейсбэльные, если так можно назвать, они распадаются, когда они прям на пике популярности. Что у вас вообще скрепляет всех вместе? Есть у вас вообще конфликты какие-то? Бывает такое, что вы там соетесь, акции, были у вас драки, например? Мы каждый раз распадаемся, на самом деле, по столу. Ну, типа, закончили концерт и распались. Потом созваниваемся, говорим, надо возобновить деятельность концерта. Как грибы. Любовь Батана. Жилые гостины, что вот так промельки. Я тебя забыл, что же разговаривать я. Не наливать я и с кем ты правда. Ничто не вечно, а любовь Батана. И мы вместе, лишь на фон, на фронте. Я тебя забыл, дадим правду Африкану. Уже кучи разы, чем давай оставь. Ты в социальной сети. Этот город слишком мал, чтоб скрыться на тебя. Я улетаю в камеру. Здравствуй, Африкан. Кто не лечит время, лечит география. Далее. Я наконец выкладываю бэкстейдж со съемок нашего клипа с пацанами и вообще ребята. Называется Я в Блэкстаре. Который нихера не зашел. Хотя мы думали, что он разорвет YouTube просто. В итоге 30 тысяч просмотров. Но все равно, мне эта работа нравится. Она какая-то приятная такая. И скорее всего нас видел Тимати. И возможно подписался. Как раз один подписчик пришел ко мне на косулю. Возможно это Тиман и есть. Тимур, если смотришь, привет, респект. Ваш заказ. Ваш заказ. О, здорово. Да, я теперь здесь. Да, ушел с пацанами вообще ребята. Из телека ушел. Ну не пошло у меня реально. То есть вроде было весело, классно, но... Извини. Ну что, классно я обманул вас. На самом деле, конечно, никакой я не официант в Блэкстарбургере. А это просто очередной наш новый клип. Сегодня мы снимаем историю про любовь, про бургеры, про хип-хоп. Главным героем этого видео является Миша. И Миша сейчас расскажет, в чем заключается, собственно, изюминка этой работы. Михаил, добрый вечер. Да, изюминка этой работы, то что бюджет этого клипа примерно 5 миллионов рублей. Мы потратили их на татуировки. У нас практически 40% тела в татуировках. Сколько делали у тебя примерно рукава? Во времени? Да. Где-то, ну, два дня. Без перерыва, да, по-моему? Да, конечно. Там серьезный мастер был. Он не спал вообще. Ну, расскажи, о чем вообще этот клип? Откуда пришла идея? Кто режиссер клипа? Режиссер клипа, известный клипмейкер Антонина Повецкая. Тони Монтана, да? Тони Монтана, да. Тона? Е-бой. Антонин, добрый вечер. Клипмейкер, хотите... Артем Косуля. Прямое включение. Прямой эфир? Прямой эфир. Прямой эфир. О планах на вечер. О планах на вечер? О чем будет клип? Домой уехать пораньше. Мне не буду, Артем, без комментариев. Зазнавшийся режиссер? Вот это, блять, контент. Вот это контент. Ну ладно, расскажи, Миша, в чем собственно суть клипа? Клип о том, что в Блэкстаре даже продавцов и уборщиков Блэкстарбургера заставляют читать рэп, делают из них суперзвезд. Все в Блэкстаре это суперзвезды, это... История основана на рельных событиях или это выдумка? Ну, я скажу, что это сюжет, который близок, в принципе, по всем, но я все придумал. Вместе с Тонией. Ну, никого ты играешь? Я не знаю, кто кого. А, я играю кассир. Или повар-кассир. Я повар-кассир. Мультиспециалист. Мультиспециалист, да. Как долго ты готовился к этой роли? Шесть лет. Да, я хотел сказать пять, но уже шестой пошел, шестой пошел. Хорошо, ребят, спасибо большое. Увидимся. Увидимся. Где? Увидимся на Артема Косули. Хорошо. А вот это вот Юля по сценарию, она моя девушка. И типа я ее увожу у Миши. У Миши, возможно, поэтому грустный такой. Очень страшно, в кадре я смотрю, да? Ну и последнее, что я культурно просветился. Я сходил на лекцию Резоги Геншвили, режиссер. Он рассказал, как делать кино, качественное и не очень качественное. Так что ждите от меня, возможно, чего-нибудь невероятного в дальнейшем. Все. А вот как это было. Спасибо, что пришли в субботу. Слушай. Здрасьте. Здрасьте. Это... Я сейчас слышал представление про кинематографистов. Ну все, лекция закончилась. Резо просто, блин, потрясающий человек. Невероятно приятно и классно рассказывает. Смотрите, какой лифт сумасшедший. Можно жить прям. Все. Всем спасибо. Всех люблю. Пока. Вы знаете, что делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok